Добрый день всем. Извините за задержку немножко. Поздно удалось подключиться к программе. От меня зависело. Мы начинаем наш очередной брифинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. И с вами я, Елена Беляева и компания Китфинанс. По традиции пару слов о расписании. Сегодня после нашего брифинга состоится еще один брифинг ИТАГО 18-15. И в общем-то на этом наша программа на сегодня будет исчерпана. А мы с вами идем смотреть, что происходит на рынке и знакомимся с той ситуацией, которая есть сейчас. По традиции давайте взглянем немножко на рынки зарубежные. На американском рынке ситуация следующая. Индексы S&P 500 и Dow Jones оба находятся между поддержкой и сопротивлением в таком боковом движении. И движение происходит сейчас восходящее, стремление к достигнуть сопротивления. То есть скорее всего на этой неделе мы это сопротивление и увидим. То есть ожидание ограниченного движения наверх, так скажем. Что будет дальше? Будем смотреть, будет ли пробиваться сопротивление. Дальше. На рынке нефти. На рынке нефти достаточно такая интересная ситуация возникла. Так, давайте-ка я выкопаю, где-то у меня был бренд. Значит, на бренде был такой широкий нисходящий канал, который достаточно долго длился. И, в общем-то, буквально на прошлой неделе был выход наверх из этого канала. То есть возникли такие ожидания дальнейшего продолжения движения цены на нефть наверх. Единственное, что вот сейчас держит где-то на уровне 116, держит сопротивление, пока не дает преодолеть этот уровень. То есть его уже три раза отрабатывала цена. И оно вот по каким-то причинам оказалось достаточно прочным. То есть при проходе этого сопротивления наверх будет открыто пространство для движения к более высоким целям. Вот. Но, по сути дела, даже сегодня немножко корректируется цена на нефть. Все равно это уровни цены на нефть достаточно комфортные для нашего рынка, достаточно высокая цена. И поэтому это позитивное влияние оказывает на нашу ситуацию. Рынок сегодня открылся с глупом вверх, с желанием расти открылся рынок. Единственное, двигали вверх, конечно же, котировки, позитивные новости из еврозоны. То есть позитивные новости, во-первых, из Италии, что там все-таки Беруско не ушел в отставку и выбрал новый премьер-министр. Вот. И, в общем-то, на вот этом позитиве был такой импульс эмоциональный наверх. Но вот сейчас полностью практически это восходящее движение перечеркнуто нисходящим. И вот если мы будем смотреть на ситуацию более, так скажем, отойдем немножко назад и посмотрим, ситуация все-таки выглядит либо как боковой коридор, то есть мы находимся в боковике. Верхняя граница 1550, нижняя граница 1440. И, соответственно, внутри этого диапазона продолжаем движение. То есть, по сути дела, ожидание все-таки того, что позитивное настроение перевесит, и все-таки движение вверх возобновится, по крайней мере, к верхней границе этого канала. То есть цель сейчас, в настоящий момент, 1550. Вот. Единственное, что понижательное движение, вот нужно, соответственно, будет посмотреть. То есть, если будет линия тренда пробита, линия тренда вот сейчас, она у меня на графике, такая краткосрочная, очень краткосрочная линия такого предполагаемого тренда наверх. Если цена ее сегодня пробьет и закроется вниже, то в этом случае появится возможность еще одного захода к поддержке 1440. Вот. Наверняка есть какие-то новости негативные, я просто не в курсе. Наверняка что-то с еврозоны, какие-то негативные новости придавили сейчас цену вниз. Но если вот эта линия тренда, скажем, выдержит, и если цена сейчас, в ближайшее время, от нее оттолкнется и пойдет наверх, то продолжение восходящего движения в ближайшие дни нам будет, ну, скажем так, не гарантированно, но более вероятно, чем снижение. Вот. Дальше. Что еще в настоящий момент, на что еще можно обращать внимание? То есть сейчас, в принципе, как бы настроение достаточно позитивное. И несмотря на негатив, который может в любую секунду со стороны Италии или со стороны Греции опять проникнуть нам на рынок, все-таки есть ожидание, что вот хотя бы верхний границ вот этого диапазона 1550 мы на этой неделе достигнем. Вот. Поэтому все-таки рассматриваем возможность входа в длинные позиции и если возникает такая ситуация. Вот. Значит, давайте пробежимся по бумагам. ВТБ. Вот. ВТБ, скажем, такая восходящая, восходящий тренд вот в такого вида. У нас образовался канал даже, я бы сказала, восходящий. Это часовой график. То есть внутри этого восходящего канала идет сейчас такой боковой участочек, боковичок с сопротивлением и с поддержкой. И сейчас цена направляется вниз. И если, скажем, сейчас при тестировании вот этой вот линии тренда наметится какая-то остановка либо отскок, можно будет доходить в длинные позиции, будет вход в длинную позицию. Вот. И, естественно, если канал будет пробиваться вниз, имеет смысл свои длинные позиции отменить и подождать, посмотреть, чем это закончится. Вот. То есть в восходящем канале все-таки как бы сказать предпочтительные покупки. То есть сейчас, в настоящий момент, ждем касания, еще одного касания трендовой линии. И тогда может возникнуть сигнал на покупку. Газпром. В Газпроме тоже восходящий тренд краткосрочный пока в силе. И мы говорили на прошлой неделе, что вот здесь вот был такой треугольничек сложился, симметричный. И из этого треугольника выход был наверх. Единственное, почему мы теряем доверие к этому треугольнику и желание на основании этого треугольника открывать активно длинные позиции. Единственное, это то, что треугольник решился слишком поздно, то есть близко к линиям пересечения графических границ, так называемого апексу. То есть когда выход из треугольника происходит поздно, очень часто дальнейшая ситуация начинает развиваться в виде боковика. То есть вот такой вариант развития событий здесь вполне вероятен. То есть 186 это сопротивление сейчас, 177 поддержка. То есть если будет пробивать цена верхнюю границу этого коридора 186 наверх, то в этом случае имеет смысл заходить длинные позиции. И тогда, скорее всего, будет следующая цель где-то в районе 195. Вот так вот. То есть это будет уже следующая цель. То есть имеет смысл краткосрочно будет дойти в длинные позиции. Дальше, наверное, имеет смысл взглянуть на норникель. Тут просто на норникеле образовалась достаточно такая прочная поддержка на уровне 5,450. То есть если сейчас цена снизится примерно до этого уровня или может чуть раньше она развернется, если разворот обозначится, то имеет смысл, скорее всего, будет иметь смысл зайти в длинные позиции. То есть риск тут небольшой, статуи будут под поддержкой 5,450, а движение, возможно, до этого максимума, где-то до 6,056 тысяч. Вот где-то вот в этот район вполне может цена отскочить. Поэтому если, как бы сказать, такой масштаб движения устраивает, вполне можно будет попробовать. Если этот отскок образуется. Опять-таки надо подождать и вот этот отскок зафиксировать. Далее. В Лукоиле. В Лукоиле сейчас пошла такая вялая боковая ситуация развивается. Цена подходит к поддержке 1720. Если от этой поддержки будет разворот, то можно открывать длинные позиции. Пока вот сейчас, в текущий момент, вот на этом исходящем движении, которое формируется, я бы не стала. Я бы подождала, что будет дальше. То есть если будет пробиваться 1720 вниз, в этом случае, как бы сказать, длинные позиции будут совершенно бесполезны. Поэтому имеет смысл сначала достовереться, что отскок произошел. Далее. Что мы еще обычно смотрим? Роснефть. На Роснефть ситуация достаточно позитивная. То есть тут восходящий тренд и он в действии. И сейчас цена подошла к этому тренду и, соответственно, находится около него. То есть если в ближайшее время, а именно сегодня к вечеру, если будет пробиваться графические границы вот такого небольшого треугольничка, который тут около тренда образовался, если наверх будет пробиваться цена, то можно заходить длинные позиции. Цель это все-таки вот сейчас сопротивление где-то чуть ниже 200. То есть не такой большой потенциал движения, но, по сути дела, можно в этом поучаствовать. Вот. Далее. Сбербанк. Давайте будем смотреть Сбербанк. В Сбербанке тоже диапазон держится. Сбербанк – это сопротивление и поддержка, сопротивление где-то уровень 86. Давайте так пока сделаем. То есть в текущей ситуации тоже идет внутри этого боковика еще более такой узкий боковичок, который образован. И, по сути дела, сопротивление подтверждено сегодня на открытии 82. И, соответственно, при пробое этого сопротивления наверх, если оно состоится, можно открывать длинные позиции с целью 86 пока. То есть при подходе к 86 надо будет закрыть позиции из-за осторожности, может быть, откат. Вот. То есть здесь тоже есть возможность немножечко заработать на восходящем движении, если оно, в общем-то, наметится. Вот. Такая ситуация. И, пожалуй, могу сказать, из интересных вариантов, наверное, все. Можно еще взглянуть, наверное, на Новотек. На Новотеке есть такой треугольник, восходящий треугольник, эта ситуация называется. То есть верхняя граница – это сопротивление, нижняя граница – наклонная. То есть когда такой треугольник формируется, обычно говорят, что более активны покупатели. То есть есть высокая вероятность, что в ближайшем будущем это сопротивление будет пробито наверх. То есть при пробое наверх имеет смысл открывать длинную позицию, и цель будет измеряться шириной треугольника. То есть его нужно будет отложить от сопротивления. Цель будет где-то в районе 440-442, вот так вот, в таком варианте. То есть если такой вариант тоже устраивает, можно тоже последить за этим треугольником для развития событий. Так, ну и, пожалуй, наверное, все на сегодня. Уралкалий. Давайте посмотрим уралкалий. Так, уралкалий. Давайте сначала на дневном графике посмотрим, что там происходит. То есть на дневном графике идет движение в диапазоне, а на часовом графике вот уровни, хорошо проторгованный уровень, который служил много раз поддержкой 235. Вот, то есть сейчас, то, что происходит сейчас, эта ситуация, она напоминает вот такую клиновидную структуру какого-то, какого-то вида. То есть вот этот клин, он вполне может еще немножко вниз сходить, либо до 240, либо может быть даже чуть-чуть пониже на 235, но при пробое из этого выхода, из этого клина наверх, все-таки имеет смысл покупать. То есть эта фигура, она может сработать как фигура продолжения. То есть цель движения будет где-то вот 290-295, вот, если выход из этого клина состоится, то можно будет открывать длинные позиции. А сейчас смотрим, пока наблюдаем движение внутри этого клина, внутри, я думаю, что нет пока смысла заходить в позиции, имеет смысл подождать и посмотреть, чем это закончится. По идее, должно еще немножко ниже спуститься, и, соответственно, после этого только может быть пробой. То есть здесь имеет смысл набраться терпением и немножко подождать. То есть на этой неделе вполне может быть какая-то ситуация более определенная и уже ситуация для открытия позиции. Так, Форс. Значит, Форс, я так понимаю, фьючерс на индекс РТС мы смотрим, да? Ситуация на фьючерсе, она мало отличается от ситуации на индексе МВБ на самом деле. То есть все равно тот же самый канал, то есть тут вопрос только канал это или треугольник на самом деле, потому что второй максимум был ниже. Вот такого варианта движения, то есть сейчас, в настоящий момент, отслеживаем вот эту ситуацию восходящую. Если сейчас пробитие произошло, ну, как бы сказать, печально, но, в общем-то, ожидалось, что будет все-таки движение к верхней границе этого диапазона, но так как, в общем-то, оно не случилось, видимо, в настоящий момент ждем движения на поддержку 149 500, и если на этой поддержке будет разворот, то можно будет использовать этот разворот для открытия позиции. То есть здесь движение будет продолжаться либо вот 200-периодная средняя, здесь рядышком находится, здесь может цена остановиться, либо на поддержке. Так, ну, пожалуй, все на сегодня. Давайте будем возвращаться и на вопросы я попыталась на все ответить. По традиции, наши контакты смотрите нас на ютубе и пишите на почту. И спасибо вам за участие. До свидания, до следующих встреч, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok